Жители села Чистая, что в северном Казахстане, пострадавшие от весенних паводков, не удовлетворены суммой компенсации. Семь семей получили по 300 тысяч тенге. Жители считают эту сумму недостаточной для покупки жилья. Не могут они отремонтировать свои прежние дома. Строения больше не пригодны для проживания. Двор весь в болоте, зеленью покрыт. Все разрушено. Дом Валентины Козловой стоит в воде с весны. Двор, огород, полисадник. Все затянуло тиной. Пенсионерку приютил сын. Вообще все рухнуло. Все затопило. В доме вода стояла. Как можно жить? Даже восстановишь. А как проходить-то? Как жить здесь? По болоту вы же видите? Озеро Чистое, давшее название селу, весной вышло из берегов и затопило несколько домов. Лето прошло, но ситуация остается прежней. Власти не организовали откачку воды. Мол, семьи и так получили по 300 тысяч тенге компенсационных выплат. Ситуация безвыходная, потому что нам никак на 300 тысяч. Мы вот здесь в деревянный дом заваленный, в завалянку тоже невозможно жить. У нас и внуки тоже. И все это. В белом присмотрели дом. Миллион пятьсот. За 300 тысяч дом никак мы не купим. Это невозможно. Во время паводка в селе Чистое режим ЧС не вводили. Поэтому из фонда выделено только 2 миллиона 200 тысяч тенге компенсации. А к осени дома в округе подорожали, рассказывает Аким района. Цена, естественно, как мы начали выпилачивать компенсацию в селе Чистое, если дома стоили до 300 тысяч, естественно, сейчас люди услышали, цены поднялись до 500 тысяч. Но если будут какие-то вопросы возникать, если там необходимо будет дополнительные средства, 100 тысяч или 150, я думаю, мы этот вопрос решим и дополнительно выполним компенсацию и закроем все эти вопросы. Жители затопленных домов торопятся. Зима близко. Заготовить дрова, уголь и сено нужно уже сейчас. Нана Рожуманова и Дарбекает Мухамбетулы, Руслан Алиев, Дмитрий Рура, Северно-Казахстанская область, Хабар, 24.